доброе утро христос воскрес воистину воскресе так игнатика начну вот я знаю что вы следили за событиями в екатеринбурге я тоже поначалу следил потом как бы перестал следить екатеринбург для меня не ну как сказать родной короче город 2 2 город потому что и сын то мой живет в области и все остальное и там я учился в семинарии было дело и хорошо знаю местных священников там так далее и хотелось бы ваше слово услышать во свете библии что такое там происходило происходит и будет происходить ваше мнение гнать тихонич я с первого дня как только у них там началось еще раньше регулярно смотрел и молился и призвал на молитву это знаешь всех молиться чтобы этот вопрос бог сам разрешил как угодно его святой воле чтобы имя божье не поносилось чтобы не было вреда православной церкви меня проверять легко потому что ролики стоят что я не после события то ну вот сколько восьмой день сегодня я смотрю и решение вынесено потому что доложили президенту российской федерации владимир владимирович пути ну проголосовала дума прошли по городу процент набрать какой и ждут результат но знает что проценты там если 5 процентов напишут 85 как у сталина было а остальных под нож ну никто не верит в это дело то но я как могу помочь не как я только молюсь и вижу душа изнывает что же они делают это самый злой самый коварный хитрый человек такую не заложит пилюлю как эти заложили весь народ против ломает эти не не ночует дома полиция то полиция то ей это надо зачем это к такой конфликта а тут то пошел по всей стране оттуда добровольцы и как вот в чечне у отовсюду лезут и тоже не не сдавать там сильное слово сказал короткая невзоров александр гребович что это все мурлов рпц вы увидите какой она сминает все на своем пути и друг я не знаю там что было как я говорил заранее что это нужно то есть там впереди в роликах написано я говорил сам по себе митрополит ничего не сделал бы если не патриарх и священники и те которые вышли пели там до воскресенье бог рот разевали монахини ни одна бы не двинулась и правда сказали мы по благословению митрополита она говорит ну понятно митрополиту выйти к народу и не просто стоять распуфыренный а выйти в простой одежде самой простой рабочей одежде монаха встать на колени и попросить у людей прощения если бог даст слезы и уйти в отставку добровольно такую беду сделать тысячи сотни тысяч людей друг против друга поднять и по всей стране волна пошла по всему миру и ни одного положительного отзыва нигде нету храмов полно и еще там пять площадок на которых свободно можно строить а здесь у меня уже там большие деньги задействия миллионы но благодарение богу бог услышал не их молитвы а то когда плясал давид перед ковчегом вернулся а мелхола в окно смотрела она дочь была саула гонителя его тесте и как-то унизился перед служанками он говорит меня бог избрал они вас вас ваш бог бог отверг ваш дом саулов и бог затворил ее черепа она не могла рожать я увидел в этом тоже пророчество их молитву бог не услышал никого все они молились так как павильона было сверху чтобы отступили люди и дальше строили они храм сделает и торговая точка и поток пойдет к ним тогда они пытаются сейчас потери на украину чем-то возместить я их очень хорошо знаю кроме серебролюбие там ничего нету какие накладывать налоги на священника как они священники продают свое что только заплатить иначе его уберут и как они прощают если настоять или платить деньги вовремя да с прибытком все простят и блуд и детей которых нажил монашестве это я говорю то что есть то что в наших газетах пишут в мурзилках церковных газетах мне это близко известно потому что там есть люди близкие нам это все в печати уже есть они не послушали да и может и не считали и не знали но меня интересует вопрос вы говорите мы молимся за весь мир почему не работаете а мы молимся за весь мир за какой мир когда вы враги мира мира я имею ввиду не людей а мирного состояния враги это пойдет ни на год ни на два это эхо да коли земля стоит это люди будут помнить как сама церковь роет себе глубокий роб и яму если бы даже они построили допустим но люди которые не хотели которые выходили на митинг на этот как его назвать на сопротивление ну как-то назвать что они против были эти решетку то временное тянули вместе с силовиками какие-то там и из ммм откуда бойцы пришли такие матерятся они верующие мы верующие говорят и матьюгами гнет ну понятно это не просто так эти люди будут ходить мимо и плевать каждый раз как в шульхана рух написано у евреев идя мимо православного храма плюнь на него чтоб ты провалился это людей своих русских других то они не знают у них возрожденных то по пальцам можно прочесть видно они не возрожден они мертвые мертвые и молятся неизвестно кому бог не ответил тем более они искали не молились а то молились они не просили они составляли противодействие народу что больше было людей против чтобы за храм было не за сквер а вот это скверно обрушилась на них и там ходит опять тот же самый журналист и все рассказывает и ролик это два с лишним часа и они могут его убрать я воскачал выставлю себя что нужно сделать вот я говорю это самое первейшее возблагодарить бога что господь услышал молитвы чита что господь побудил на это царя так назовем руководителя президента вот конечно дал указ вот там говорит это надо проверить мнение людей ему показали какое мнение когда все против то да сам ответ напрашивается он сказал убрать ему не надо а тургей в этот дальку выступите им это а теперь где против теперь везде митинга начнутся то есть они пугают его а он не испугливых я говорю о президенте путине оттуда давнул и эти первые то есть а люди когда выводят сейчас которые у них там были строительные разные там контейнера в которых там строители жили и люди хлопают в ноши стоят и хлопают и хлопают одну за другим эти избушки вывозят и подкапывают под фундамент чтобы свалить его надо посмотреть люди приветствуют радостные друг друга целованием лапзанием пасхальным приветствует и это все идет во славу божию они им которые стояли там с крестами монахини там с такими шишами на голове стоят придумали раньше этого не было молитва их отвергнута богом повторяю бог их не слышит повторяю они молятся кому-то другому мертвые люди о мертвом деле мертвому богу мы живем у воскресшего молились я ежедневно просил и в интернете всех просил чтобы это дело бог разрешил как ему угодно я не просил чтобы храм был или парк а теперь как парк восстановить это их дело и люди ни одного нет которые были что за храм ни одного нигде нету их вымело еще ничего нету то есть они поджали как говорят хвосты теперь главный виновник здесь конечно митрополит владимир не прошу прощения надо выяснить там владимир или кирилл потому что до недавнего времени был кирилл я говорю как слышал как слышал они меняют его очень быстро меняются пока я говорю так как в интернете его называют в интернете и притом не кто-то свои и вот ему это должен сделать патриарх или паства или но это все задать затюканное только патриарх указом своим уйти в затвор не на другую работу не на другой парке в затвор он должен снять себя все облачения все сдать и выйти перед народом и покаяться ему чтобы какую-то маленькую избушку тут построили за пределами парка но в окошечко чтобы видел этот парк и всю жизнь молился и каялся и каждые 40 дней выходить перед народом на покаяние вот тогда было бы видно что дух святой начинает трудиться арестованные как об этом сейчас заботиться то говорить не надо за правое дело люди боролись их нужно всячески оградить от поношения заплатить за время проведенное там зарплату за оскорбление и прочее заплатить им я не говорю по миллиону но около этого чтобы другим неповадно и все за счет епархии сделать потому что она вот всю эту беду весь этот путь все вот этот вулкан который грязью начал выбрасывать все и отправить их на месяц в санатории самые лучшие чтобы они отдохнули там и другие будет пример чтобы рабское состояние из людей вытряхнуть люди поймут тогда скажет вот как надо было поступать зря и я там слабо активничал только так можно поднять в духе рабский дух народа в свободу вывести они этого не видят не знают и будут противодействовать нечет против меня ополчаться я знаю но грызут они меня давно зубы у них натащили все стачивается меня господь охраняет пока я всех прошу помолиться если даже что-то сделают мне газета комсомолка писала самая страшная мафия в стране это патриаршие мы считаем житие святого венедикта как они на него ополчились монахи и впрост вон заложили яд но ворон подлетел и взял у нас ворон то нет таких чтобы уносили эту отраву или у савы монастырь построил а там монахи против 75 человек пришли к патриарху жаловаться он готова вас собрал ну сава у него хватило мы собрать вас хватит у моих вами руководить они против патриарха пошли и отдельно где-то когда он шел обратно залегли с ломами и скирками чтобы убить его монахи монахи повторяю жития святых и когда он узнал какая у них беда туман была не сбились и не могли его поймать а в монастырике там многому монахов то не дадут и вот дальше что интересно у них ничего не ладится работать они работают стажа нету пенсии не дают никто к ним не идет а голодают блокадный ленинград и он узнал нагрузил подводы и масло и меду и соли всего они увидели муж старый лицемер он и тут успевает ему же ему бог положил на сердце озаботиться он ушел туда в пустыню один оставайтесь как хотите так минутку сейчас якобы звонит говори да доброе хорошо мы молимся тебе уже все так ты знаешь нет то в екатеринбурге то дали отбой указание видимо президента его размонтирует все аллилуйя пой там самолете ты ближе богу чем мы на 5 километров давай врач наш полетел у них вот раз что ли бывает москве какие-то конференции молиться о нем надо виктор андреевич яковлев и вот здесь как только сейчас маленько народ охолонется где-то понятно патриарша ничего не поняли люди ушли они о них и вот за каждого человека златоуздата одна душа по твоей небрежности о священник погибнет тебе не хватит всей жизни рассчитаться я напоминаю это говорит и андзлатоузд если будет они внимательны к тому что я сейчас говорю они откроют книгу настольная книга священнослужителя патриаршая если не ошибаюсь по благословению патриарха пимена а так капитальный труд третий том 601 страница кажется внизу последний абзац справа написано в кавычке серафим саровский ас грешный серафим три дня и три ночи молился не о царе которого расстреляют это и понятно было а русских архиереях и священниках и вдруг бог заговорил вот это мне тайна как заговорил в шуме ветра шуме листвы и бог сказал о чем молился а в ответе не пощажу и не помилую то есть я устал миловать как иеремия 15 6 ибо они вымыслями человеческими заменили истину божью это из псалом 118 113 стих вот и все серофим очевидно пошатнулся потому что сам священнической среде относятся и это все осталось самое удивительное что поместили чтобы люди знали они вообще все скрывают а это бог так сделал кто-то говорит да там как одни евреи набились то в этой верхушке то как они могли пропустить значит выгодно им по-другому никак нельзя это не оплошность было так и здесь владимир если он верующий хоть немножко я говорю митрополитии должен сделать так чтобы не было позора пятна на церкви чтобы она расплылось и вы слезах его раскаяния выйти перед народом а вы верите что не верю бог силен это сделать силен а если патриарх побудите он завтра же вы выйдет и завтра же станет как говорится все просят они не судите никого осудили сотни тысяч народа осудили всех кто не хотел чтобы губили парк дышать людям нечем и когда говорят не судите у них у всех у священников одно не трожьте нас больше ничего нет а друг друга то вы пожирайте об этом максим степаненко очень хорошо сказал почему православные пожирают друг друга но вот стравили украину с россией стравили и вот теперь разбирайся вот мое мнение вот это она нигде не будет учтена но я бы сказал чтобы выпрошено у бога это на молитве и бог ответил на молитву я знаю что он слышит молитву верных своих живых людей возрожденных свыше живому бога живом деле и вот где-то доказательство какое так на то что я сказал у тебя вопросы есть ну тут единственно надо выяснить митрополит владимир или кириллу говорит уже не повторяй да ну и геннадий тихонов а вообще вы говорите вот то есть какое самая суть вот что чтоб я отразил это в обложке к ролику что я думаю так что обязательно митрополиты с надписью как там такое то чтобы видели его главная фигура раздора главный враг тишины главный противник истины главный ненавистник народа это его эпитеты самые легкие и вот там матерят и как угодно сейчас со всех сторон но от него то идет больше на рпц рпц но он как олицетворение он как олицетворение вот чем дело то явно затауса когда в ссылку сослали и везли его притарианцы это гвардия тогдашняя и узнали что он идет ссылку тащит его везут его на ослах то епископ фаретри с монахами над тайных тропах засели с оружием чтобы убить златоуста это третий том творения она златоуста но господь спас его они бежали и притарианцы и гвардии лучше и саврянам попасть тогда мусульман то не было и саврянам но это откуда идут они от и сава зачем этим злым зверям и там одна женщина у нее крепость была как в горах и она его приняла его посчитательница а видимо палатка была между ослами они шли рядом то и он упал в палатке покатился на крылью пропасти только остановился это с нашим составителем литургии пусть они выполнят оглашенные за дети трижды и два раза двери двери это пять замков висит чтобы чужих не было на третьей части литургии литургии они это не выполняет и литургии нет такой почину я на златоуста а почину бездельников все экономия слова придумали фальшивая а кривия скривила их всех а мы как а мы молимся господи укрепи и святи святую православную веру а замысл и ретиков развею уничтожь ты сам слышишь каждый день об этом молимся и в ничто преврати а бог делает так их превращает ничто мы высказали желание бог сделает как ему угодно и вот когда мы говорим о подобных проступках вспоминается павел четвертый был такой патриарх византии и он где-то там подписался под каким-то томасом не то середиками и дал заявку ухожу слагаю сан царица пришла кажется ирина была плачет такая смута церкви да как же так он говорит я не достоин все отвернулся к стенке тем более болею сегодня ну кого я поставлю кого никого нету он говорит а вот эконом стоит его поставьте тараси так он и не деха шесть дней сегодня и по диакона завтра диакона в один день нельзя пресс-фитер епископ и все и он будет да и притом тараси тоже будет канонизирован интересно когда умирал тараси а его бесы окружили и он их видит я нему показывать ты вот тут виноват тут он только поднял и говорят все вы лжете ничего этого не было я каждый раз говорю своим гонителям что они выдумают на меня не как бесы окружили меня ничего этого не было они свои блудодеяния воровство зависть все кладут на меня мне оправдаться не надо не было этого мы говорим для славы божьи мы говорим для того чтобы души спаслись чтобы русский народ перестал раболепствовать сталинскую эту страх закваску вытряхнули из себя не боялись пострадать и поэтому сегодня надо обязательно наградить выпустить тех которые были за что случилось красивая картина как вывозят все эти избушки их там большие контейнера полная тишина ни одного монаха ни одного никого нигде нету а люди стоят и в ладоши аплодируют небо ликует это конечно благодарение богу за президента в данном случае говорю я ученик сторонник повышения пенсионного возраста хотя меня это не касается сейчас за телефон у нас говорят не знаю сегодня сообщили в три раза повесили стоимость телефона в три раза до невероятно да не может быть ну там бывает там как щубай с анатоли этот по процентам участвовать с пятницы на пятницу того же выйдет на то прям врага вылезли 400 что ли 50 оплатили 125 маза стационар у меня к стационару привязан от него идет связь с интернетом не никак я бы закрыл его как-то я выписывал газету комсомольская правда а потом из трех копеек и и перевели на 4 я сразу отказался копейка целая а копейка это я храм схожу туда и сюда и пешком 5 остановок у меня был закон 5 остановок то пешком оси 6 а досажусь так и здесь сейчас мы говорим о деле необычном свежим постепенно зарубцуется все и чтобы никакой мести никто никому не делал все прийти говорится друг другу лапза не дадим как пасхальное поется песнопение вот я высказал то что не будет принято заранее говорю не может быть принято они не рожденные свыше они мертвые они только деньгах думают и на каких или кадиллаках ездит и патриарху по вот там 700 тысяч или сколько и ну то есть часы и там эти все везде патриарху тоже можно поскромнее что интересно вот этот президент избрали зелинского владимир александровича на украине он вчера и сразу же он приказал думу распустить хотя по закону вроде она должна еще там после сколько на сейчас будут искать подыскать второе охранники как кино чтобы за мной не гонялись и портреты еще нигде не вешали я не икона чтобы на меня молиться это первое его слова как у папы римского пешком пошел в общем вагоне поехал франциск этот наши не пойдут они любят по-другому вот так брат ну и на тихонич самое интересное что народ пишет имена но вот я один просто один комментарий зачитаю хотелось бы чтобы рпц начали реформу своей организации убрать ряженых скромнее быть перестать взаимодействовать с олигархами перестать торговать в церквях перестать пересесть мерседесов на ладу да я считал сегодня считал что чтобы они не говорили у нас этого ничего нету у нас нищих и ворот нету мы узнаем кто нуждается и сразу оказываем помощь если есть действительно у них ничего этого нету на самотек просто здание стоит который заходят покупают свечи эти вонючие не восковые платят деньги они наполовину сгорают агарки теперь и плавляет вас воровство идет по всем инстанциям подходит а мы за таинство не берем но подходить надо две или три свечки взять и дети я видел на исповедь а эти полные корзины а я в церкви работал дворниками теперь возвращает и отоваривает их опять продают защит патриарх сказал что нельзя за таинство брать а мы не берем это добровольно пожертвование но понимаешь это мошенники как патриарх алексей второй сказал каких бандитов на принимали в церковь бандитов я показываю где это официальная хроника патриархии номер такой такой-то 92 год номер 3 4 страница там все это указано бандитов и вот они бандитствует на тишину от екатеринбург что упрани вы были там в этом городе что вы можете сказать это ездил везде был везде подарил там книги им там же царскую семью убили вот что был на этих местах был что вы скажете за екатеринбург еще екатеринбург беда конечно великая случилось там царя лишились а вот это пришла за григория распутина тоже вот григорий распутин это единственный григорий пимович единственный пророк был в то время который предсказал притом три варианта он не знал и сказал три варианта если мире просто мирской человек меня поранет ножом убью ничего не будет нигде я умер и все но если будут задействованы дворяне там сейчас я могу не точно сказать три или пять лет будут смуты но если будут задействованы в убийстве меня из царского семейства исчезнет все царство исчезнет страна и все так и было были они задействованы и даже или совета которая немка или совета сестра александра федоровна жены царя николая второго то и она сразу же поздравительное прислала наконец-то избавились от распутина это тоже канонизированная вот к нему была лютая ненависть я не знаю после христа кого так ненавидели еще или нет решение масона было принято я не готов был к вопросу это в базе или где начать дискредитацию царского семейства через распутина ошибка царя было зачем он держал рядом когда уже явно дело от осталки нет на багамске острова дал ему там чтобы жил и все по мобильному поговорил когда на гриша как у дела до папа все хорошо как ты там вот и все да у нас сюда лёшка совсем так я же сказал вам 16 лет умрет так что не беспокойся он царстве небесном будет вот по мобильному опять закрылся и заряжался бы от солнечной батареи ну конечно надо маленько фантазии иметь вот мы сегодня переживаем этот день особый как бы его не сделали государственным праздником народ может настоять чтобы отмечали как памятную дату победу народа народ почувствовал что что-то может и кто вот они верил теперь они получат укор зря вы не пошли с нами конечно зря а вы за то что митинговали я верующий я молюсь я выполняю самую трудную работу вот когда нападали на наш лагерь девяносто восьмом году 15 краевых комиссий там пожарники и милиции прокуратуры и санэпидемстанции то роспотребнадзор превращенная потом и ничего не могли сделать закрыть лагеря вот действует ничего не могли сделать большую статью вот об этом по телевидению написали этом и все все ложь на лжи а когда я вернулся подал суд и два суда два судебных разбирательства было заставили их выплатить за оскорбление там за подрыв деловой репутации и самое удобное время и по телевидению показать что они не правы я испытал это и знаю что это такое вот они не останавливаются ни перед чем и папы подзуживали их теперь все абсолютно открыто тогда визит о лагере мы вывешиваем объявления они послали семинаристов объявление лагеря что принимаем лагерь они срывали а бывает плотно приклеена писали крупного так наискосок фломастером ересь в лагерь детей ересь это ничего не знают а вот этот новый митрополит сейчас здесь серьги иванников он погасил все это и главное наше объявление о лагере висела под колокольный в центральном соборе все лето никто не пришел но само отношение какое это нам бог за все страдания дал митрополита и все остальное мы только об этом говорим сейчас никуда в сторону и вот еще я сказал сейчас как с поступали они со своими со златоустом с венедиктом ночи такое они такие остались простого простолюдина там вот в омске там феодосий был в омске до этого и он что все за него ходатайствовали как организации чтобы оставили но нужно запредельно вышел его соревнов так он даже где выключатели были в епархии все выдрал пришли новый это я был там это все мне говорил епископ я не вне понаслышке это люстры все снял и которые в церковные дома все приватизировал а сейчас туда приходят на основании документа там племянники там внущатки все занимает он сам умер и еще не могут сделать он все законно формировали у грамота была его священники это обвиняли в чем когда он рукополагал корова через жену их первой брачной ночи я знаю вот так и наш тогда сразу 6 священнослужители вышли от него и помогли от бы отец таким вышел будущий епископ евтихий он был священником и романах курочкин так что им рта раскрыть нельзя а так как кислякову сказали ламмы которые были то у вас горит угной на устав крови а а вы нас учите вы учение христа попрали да я не знаю у меня нет слов одна тихо спаси христос что тут сказать какие еще вопросы да нет никаких вопросов но только об этом молиться я народ призываю к молитве ну все тогда бог благословит тебя спаси христос игнать тихо так я делаю в обложку можем благословлять друг друга и бога написано прославляйте и благословляйте бога я рукой не машу благословляю но когда уходят сзади прощено тогда могу махнуть там уж охота благословить ну да все тогда с богом все с богом аллилуйя а вот Продолжение следует...